Показывает русский, сидят в телевизоре, смотрят, гниют Владимир таких без головы с вышки спустят сетерых Я в каждой нации, где был и наблюдал, и везде многое видео хорошее Нам тоже есть что показать, но только это показано Я просто вот спрошу Вот смотри на коже Вот я тебе сказал про свое дело, жерсть Тут топорик лежит, там ножик, там нет Ты пошел, взял этот скребок Скребок для этого не годится тут Даже делать вообще ничего Думя руками, а где он годится? Ты сам подумай, это сосна Дерево определенное должно быть, когда сдирают Ты даже никаких, ладно, ушел, берешь опять Я сказал, делай там Шкурку начал сдирать Третий ряд опять не делаешь то, что я говорю А за этим что делай? Доверия нет Ну, чтобы углубить положение, я могу только одно Иди отдыхай Я же тебя не буду выгонять У тебя не надо душой Ты приехал на новое место, тебя никто не знает И ты приехал, в общем-то, если все взял, ты приехал ко мне, ни к кому-то Тебя никто не знает, ни батюшка, ни эти люди И ты меня не слышишь А я тебя худому учу родить А вы в ответ только подумаете А у вас не было шума? Ни разу в жизни этого не было Восемьдесят два года, ни разу Сказали? Я сразу посмотрел, вред этого есть, нет А думал, правильно А мой вариант Ну вот дальше говорили, где я был? Там был Я сказал, здесь Выбрали здесь, здесь Хорошо здесь И все стоит на месте Раз забежали, опять сидим в комнате Там ничего этого не было Мы сейчас согнулись И где там? Траву Засолять щепками Корой А здесь все Ты опять Вот он сидит Я ему делаю замещание одно На следующий день Меньше стало Точно так же Оставляю там эти шишечки А тем более уже засохшее Оно не отделяется Надо его со всех сторон Я делаю движение раза в два, три больше Я на второй день делаю замещание И куда-то они ушли Я не знаю Пулю куда-то Купать или что-то такое есть И сколько они оставят Решили все за то, почему Уже ни одного замещания нет А потом я легко Я ножом скоплю И все И сейчас он работает Ни одного замещания нельзя И когда я делал замещание Он ни разу не огрызнулся А сразу уже брал И скорее переделывал А вы рядом сидите Одинаково почти одеты Ему тоже не 15 лет Он ни разу не огрызнулся У тебя не было что Ты сразу взялся Обязательно что-то вставить надо Если ты такой умный Зачем ты ехал сюда? К Антонию пришел один А зачем ты пришел? Ну я слышал Ты мудрый человек такой Он говорит Не веришь на святую и творится? Нет Я верю в Бог Марс Венера Это бесы И принося жертвы Приносит Бесом Павел говорит Как так? А ты в чем споришь? Ты меня назвал мудром Ты ко мне приехал И со мной споришь Все кончилось Я тебе повторяю то Что я взял от Антония Великого Нужно научиться Всюду и везде видеть Брещущие алмазы Которые переднями Вот это картина На нее обернись Теперь я вроде заплатил деньги за нее Что в этой картине Не картине, а фотографии Это фотография Что привлекло художника Что он высветил отдельные кадры Большим таким форматом сделали Что тут такое? И как это можно украсить? У нас в трапезе Вот он скажет Такое там написано Помышляйте о больном А не о земном Местописание Дальше апостол Павел говорит Возвучивай Горам Давид говорит Местописание Она вся исписанная Теперь все понятно Поднять туда взор надо Он покажет белое Я предположим Что это снег Правильно будет? Намершим Так не бывает Гора белая Да Вот На склоне ее уже нет Может быть ясна Подтаивает Это какая-то трава Внизу уже видно Что Ну действительно Весение Есть о чем поразмышлять Сидеться здесь нельзя Для глаз красиво Потеряются эти травы А у нас до горизонта Хлеба До горизонта Кукуруза Кукуруза Подсолнечки Гречка Каша готовая Растет Здесь ничего этого нету А у нас с фазографией Ничего привлекательного нету Поэтому Надо смотреть дальше А хотел бы там быть Да нет Куда идти Там в любой момент Обвалы Камни Ворочают Тоборов Младший Когда они на коллекте Снимали Головина то пошла С конями Совсем все погибли Никого нету А на поле он сколько снимал Тут он герой А может быть рядом была и Женщина какая Что там было Мигом Ни покаяния Ни грохот С какой громадной скоростью Волуны ворочать идет И слой этот Я не знаю Речь идет не о двух метрах Не о двух И там техники подогнали Мертвы замазаны Хоронить некого А как они жили Для чего жили Вот все решилось И так у каждого из нас Незавтра будет обрыв Кто вот маленький был Когда Я не знаю Как у вас было Сколько у вас в семье было? Четверо А? Четверо У нас десятеро Разница есть У тебя отец При тебе жил? Нет У нас был он безрубки С матерью Вместе полкласса Не кончили Для нас было слово отца И мать сказала Это какой-то Привыски незакон Я не хочу Или Я не могу Мы никаких слов не знали Их не было Мать только скажет Мы разбегаем все Бетишки Так вы все сделали А отец спасет овец А отец придет Что скажет? Я все вспоминаю Что скажет? Это что-то такое Сакральное И Наводит боязнь А что он скажет? Почему плохо сделали? Почему не сделали? Я не знаю Но вот это отец Что скажет Хотел, чтобы он не сказал плохо А там самый маленький Ну десять он Пять Парнишек Пять девчонок Тебя на дипломатию Тебя на черночную дипломатию никто не изберет Я привожу Генри Киссиджера Слышал? Нет? Ну а кто он такой? Тоже не знаешь Спроси вот Человека Кто такой? Генри Киссиджер Генри Киссиджер Генри Киссиджер Это же... А ну-ка найди его Послушайте Какой знаменитый человек И как он поступал? Ну это... Давай Сейчас Ясно делаю что-то верю Это дипломат Дипломат Так кто? Американский дипломат Государственный деятель Еще Эксперт в области международных отношений Советник по национальной безопасности в США И государственный секретарь США Это на четверых не разделить А он один Он торопился Молодой был на фронт Война заканчивается А я не воевал Ну и его знания какие Уже тогда оценили Когда масоны тогда приняли Ну и вот у него сейчасночная дипломатия Он ездил Устанавливал Мне нравится Я еще повторю раз Со своими добавками И он спрашивает А что такое сейчасночная дипломатия? Ну... Я с одними говорю Потом веду другими Как с членовкой Что? А так нельзя без этого? Без этого? Да не знаю Наверное нельзя Скромный такой был Вот А что? Ну а вот Такое вы могли бы сделать? Ну... Русского мужика взять Какого-нибудь Анатолия И сделать миллиардером Не в рублях миллиардеров Доллар Все понимают Дохлое дело не сделать А вы бы взяли Не знаю Я попробовал бы И как бы вы сделали? Ну... Я расскажу Как Когда сделают Вы считаете Успешно будет? Не знаю Вот он едет Советский Союз сказал Его приглашение устроили Там через посольство Рады Вот такой дипломат Он... Ну... Мы его вот так стрелять И мы Чтобы он как-то К Советскому Союзу располагал Американское высшее общество Так и получилось Он спрашивает У вас сколько экономических факультетов? Он-то по экономике в основном Ну... Говорят столько А в Сибири у вас есть? Есть Есть Вот А есть там в Сибири Которые приезжают издалека Из глубинки Совсем есть Есть такие? Я бы хотел поговорить Пожалуйста Ему вручатся Проводительные там Перевозчики И приехали Вот он разговаривает Директором А у вас есть такой Чтобы Сибирская деревня была Малоизвестная Девять Вот А тут большинство их деревень герой А есть такие Чтобы на нее пятерки есть Вот Отличные ребята Но Можно было бы Как-то съездить Посмотреть Как они живут Какой разговор Тут же собрали Все ему Ну Показали его Анатолий Тарасов Он начинает Огромаривать Какие у тебя отметки? Да Все там Отметки Легкие предметы Все Поэтому Пятерки они сами Ну я закончил золотой медаль Шкуру Так Поговорил с ним Ты за границу Ты не думаешь Да у нас не выездные все Не выедешь Куда А все у тебя не хватает Да у меня все есть А не хотел бы ты жениться На американке Еврейского происхождения С чего разница У нас своих девчонок Хватает Ему понравилось Ну а если она Дочь миллиардера О Тогда другой разговор Ну значит Тогда бы ты Ну тогда другой разговор Конечно Хорошо Он заручился Не собираешься Жениться? Да нет Я только что диплом получил А его уже тут метят В Советском Союзе На большие посты Какие это Он теперь едет В Швейцарию С директором разговаривает У вас когда Последнее было совещание Там Бород директоров Он сейчас будет Опять Ну он с ними Встретился И говорит А вы не хотели Чтобы вас не меняли Этих директоров Он постоянно был Чтобы вы все чувствовали Что он больше всех знает И прочее Не хотели бы Чтобы у вас был Русский мужик Из Сибири Директор Чего ради-то У нас своих Не хватает Ну а если Это Зять Будет Рокфеллера О! Тогда другой разговор Тогда другой разговор А он Когда приезжает Рокфеллера И начинает Второй раз Он сейчас с ним поговорил А где дочка ваша Сюзанна? Сюзи Она явилась Ну деваха Гидать Хорошая И обидная Ты замуж Собираешься Нет Тебе уже 21 год Да папа Ищет женихов Таких Он говорит А кого хотел Из нашего круга Финансисты Чтобы были Там такое дело Она говорит Я не хочу Они слабаки Понимаю Что она заложила Слабаки Они хилые Говорит Такие Ладно А он ей говорит А если это будет Сибирский русский Здоровый мужик Такой парень Ну Папа то их Его не примет Он говорит Ему сказали Хотели бы Чтобы у вас Дядь был Сибирский мужик Такой Экономист Нет У нас все финансисты Мы уже Никак нет Ну а если это директор Швейцарских банков Вот А другой разговор Он все устроил Свадьбу сыграли Все пошел Никого не обманул Меня особенно Трогает где-то И советские Там старались Продвинуть Своё Получили Все получили Желаемое Черночная дипломатия Вот В религиозном Плане В божественном Это тоже Что-то значит Как работать С сектантами С католиками С армянами У меня Нет опыта Работы с коптами С сирийцами Мало То есть Не встречаются С мусульманами У меня уже Очень большой опыт Я Корану Говорю Какая сура Какой аят Что делает Я не критикую Ничего И они Мне ничего не могут сказать Я их упрекаю Что они свою книгу Не знают У меня хорошие Близкие отношения С мусульманами В Баку Когда была Местеринская поездка Ставка Наша была в доме Мулы Это как священника И запись мы сделали Записали это дело Вот еще Ночная дипломатия Здесь не подойдет Такая Но добрые отношения Да Она Позволяет Вот мы И поговорили И пошли Вместе Молиться В мечеть Я там Молиться Нас Проводила Жена Мулы Прекрасная Женщина Мула На шести языках Говорит Жена на четырех Два высших образования Консерватория Умница Вот Она настолько Хорошая Что ей только христианкой быть На столе лежит Библия Синодальный перевод Тора Отдельно То есть Я уж не говорю там про Коран Все у них есть Идем по городу с ней А кто его знает видит Это муж ваш Нет Это мой отец приехал Это учитель мой Понимаешь Это надо видеть все Я говорю А не из чего Что я сам его С трамвайом В автобусе Не трамвай там В ролейбусе В автобусе Сидели На одном сиденье Да что вы Отец Игнатий Идем мимо там На парапете Молодежь сидят Ну лет 15-16 Отец Игнатий Расскажите им о Христе Это вообще вообразить даже нельзя Я говорю Да как они не понимают Понимают А что не так Я сейчас переведу им все это дело Жена Мулы Это вообще Мы разговариваем И гляжу Раз ее нету Где она Я гляжу Она уже там Кажется Балкон На втором этаже что ли Уже молится Намаз совершает Мы тоже на колени Помыться надо наверное Отец Игнатий Я зашел Не в ванную А как мыться А там окажется душ И вот так вот Склоны И там вода утекает И все По своему хорошо И она сразу только Я зашел туда Она отец Я не могу поверить Кому расскажу Что вы ко мне заехали Она уже другим рассказывала У меня переписка с ней До этого была большая Большая Она там детям где-то И псалтырь И все преподавала Преподаватель Вот надо это видеть И все это мы засняли Дальше Дальше На мещете Она говорит Дальше Отец Игнатий Нам нельзя Женщина У нас там другого хода Такой порядок Ну я заходить Она к какому-то Кто-то выше Она говорит Проводите Покажите как А там подниматься Надо где-то Я разулся А носки рваные Ну в дороге были Да и вообще Я там на носки сбросил босиком Зашлял у них между двумя молитвами Намазами Промежуток И они вдоль стены Сидят У одного там Мальчик лет восемь Мальчишка И они сидят Усы там подбритые Бородом посрежем Но из ворота У каждого нету И сразу видно Что это серьезные люди Я ценю Я отвлекаюсь немножко Когда я их спрашиваю Что самое ценное В исламе Ну начинают Дружба у нас Мы друг за другом Я говорю Нет Самое ценное Пятикратный намаз Пять раз в день молитесь Пять раз Это самое ценное Ну я зашел Посередине Купола И стал молиться И последний поклон Сделал Как у них Положено Становится на колени Тогда они не болели Вот так вот Помолился Встал Они вокруг меня стоят Суровые воины Это надо видеть Картиру Да не в один круг Где-то Никто меня не тронул Не задели Никак Я молюсь Кланяюсь Считали Поздоровались Откуда будете Я сказал А я в Санкт-Петербург Это так Не в Санкт-Петербург Ну да уже в Санкт-Петербург Я там Такое-то Училище Кажется Все это Вот такое Стали говорить Маленько Прошло время Ну не больше Терри-пятого По тысячу У меня хлопает Уже Как будто Мой друзья Ну как По-дружески Так это Это все здесь Вот и все Нам не надо без славок Но в достав У нас задача одна Им я говорю о Христе Я говорю 5 сура Глава 68 аят Говорится Всевышний Вы его уже признаете Да он нам и жил И жил это Евангелие И чтобы я по нему поступал Я и поступаю Ваша книга Для вас священная Она меня одобряет Я по Евангелию с вами рассуждаю Это в памяти все осталось Благословен грядущий во имя Господня Ты никогда не спорь У меня есть такое изречение Спорит тот Кто ничего не знает А кто знает Тот Возвещает истину Я тебе вот показываю Как Никогда не будь лишним Вначале что-то делать Это так Друг под дерьмо Другой стоит Смотрит Все дальше будет Ты сразу же Смотри Как рубить С какой стороны С чем лучше Топором Ножокой Пилой То есть Тебе не надо Толкать тебя Ты для Бога делаешь А перед Богом Все наши калории Видать Каждый шаг Так ребята Кончилось Это понятно Выходим Меня и меню Помогу Одну Продолжение следует...